В зале администрации Артёмовского городского округа состоялась торжественная церемония вручения паспортов «Мы, граждане России». Гостями церемонии не случайно стали школьницы Артёмовского городского округа, ведь вручение паспорта было приурочено к празднованию Международного женского дня 8 марта. Сегодня действительно получают этот документ наши девочки, которые в канун этого праздника приглашены в администрацию. И сегодня в торжественной обстановке они получат вот этот документ. Свой первый в жизни паспорт девушки получали вместе с цветами и поздравлениями. Девочкам ещё раз напомнили о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации, о правилах пользования паспортом, о значимости полученного ими документа. Относитесь к этому документу очень бережно. Любые помарки не допускаются в этом документе. Не нужно туда вписывать номера телефонов друзей, пин-коды, номера медицинских полисов. Это всё звучит к тому, что ваш паспорт будет недействительным. Также, значит, замена паспорта предусматривается законом, если вам исполняется 20 лет, далее 45 лет, ну и девочки могут сменить паспорт, если вступает в брак. Напутственными словами в адрес новоиспечённых граждан Российской Федерации поделилась Надежда Ермоленко, заместитель председателя Совета ветеранов Артёмовского городского округа. С момента получения паспорта вы приобретаете правоспособность. Это значит, что с сегодняшнего дня вы можете совершать любые сделки и подписывать любые договора, но с согласия родителей до 18 лет. И я желаю вам, чтобы вы сохранили честь и достоинство российского гражданина на всю жизнь. Будьте благоразумны и помните, вы же девочки, что красавицы вам знать всего важнее, что слава добрая вам лучше всех прекрасно. В современном мире женский день 8 марта ассоциируется больше с приходом весны и тепла. Однако история этого праздника началась ещё в XIX веке. Тогда он был приурочен ко дню борьбы за права женщин. В сегодняшнем обществе женщины имеют равные права наравне с мужчинами. Женщинам и девушкам подвластны все сферы научной, трудовой, образовательной, либо культурной деятельности. Об этом собравшимся девушкам и представительницам общественных организаций Артёмовского городского округа напомнила Наталья Лисовских. Заведующая отделом по работе с детьми и молодёжью администрации Артёмовского городского округа. В этом зале не случайно присутствуют именно женщины, женщины-руководители, которым предоставлены эти права. Эти женщины достигли высоких результатов в своей трудовой деятельности. Чего желаю и вам, юные девушки. В первую очередь, конечно, получить достойное образование. Получить образование, к которому вы стремились 11 лет. Получить то рабочее место, которое будет вам приносить только радость и успехи. Желаю вам здоровья. Поздравляю всех с международным днём 8 марта. Ну и, конечно, счастья, любви и удачи. И с получением первого документа, который даёт нам, всем жителям России, равные права. Это паспорт гражданина Российской Федерации. С поздравлениями и пожеланиями от лица администрации Артёмовского городского округа выступил Сергей Темченков, заместитель главы администрации Артёмовского городского округа по социальным вопросам. Девочек наших мы поздравляем с наступающим праздником. Здоровья, хорошего настроения. Я думаю, это мероприятие сегодня будет полезно перед вот этим торжественным международным днём 8 марта. Всех с праздником, здоровья и успехов. По окончании церемонии её участницы и почётные гости сделали общее фото.